всем добрый вечер меня зовут развенская ксения я работаю в компании mail.ru и отвечаю за тестирование самого большого интересного проекта поиск mail.ru вот если вы не знали mail.ru есть поиск и вместе с моим коллегой влада малюковым мы прочтем вам курс обеспечения качества в разработке по еще в прошлом семестре этот курс назывался тестирование но мы подумали что мы очень поскромничали и на самом деле мы вышли далеко за рамки тестирования чем отличается тестирование и обеспечение качества собственно мы сегодня еще об этом поговорим вот тем не менее обеспечение качества разработки по почему мы решили что такой курс нужен технопарке причина основная на самом деле такова что очень много багов очень много багов мы наши тестировщики тестировщики на всех других проектах mail.ru обнаруживается каждый день вот если честно то у нас ни одного релиза который на поиске дают на тестирование без багов не получается вот это на самом деле довольно печально потому что это говорит о том что качество разработки довольно низкая и это не один там два случайных бага да на самом деле их довольно много они повторяются они бывают обидными и говорят о том что часто разработчики просто не задумываются о том что нужно тестировать то что они разрабатывают и нужно думать о качестве разработки и почему так получается то есть почему мы находим вообще вы можете сказать да что почему-то серовчик вообще расстраивается что много багов все ручки же нужно для того чтобы находить баги баги это хлеба тестировщика то есть если багов не было тот серовчик наверное бы тоже не был но на самом деле задача тестировщика не только находить баги самая основная задача это вместе с менеджером вместе с разработчиками вместе со всей команды продукта вовремя выпускать в продакшен качественные релизы баги они как раз оттягивают момент выпуска релиза особенно баги которые найдены на таких уже заключительных этапах разработки и вот в поиске как во многих проектах сейчас mail.ru очень много стажеров очень много ребят приходят на стажировку после университета или еще будучи студентами да как вы как многие наверняка из вас и это на самом деле видно потому как они разрабатывают то есть они еще не опытные и они часто допускают ошибки когда они разрабатывают соответственно их опытные товарищи которые должны быть их наставниками и учить их о том как правильно делать как неправильно они в свою очередь тоже не всегда стараются застрять на это внимание стараются просто побыстрее стажеры довести до того уровня чтобы он мог с основных разработчиков да уже более старших более опытных снять какую-то часть нагрузки вот и получается так потому что вот в россии вузах очень мало внимание уделяется такой дисциплине как обеспечение качества если на западе это уже есть там доктора и профессора которые регулярно читают курсы в университетах по обеспечению качества и тестирования да то в россии таких курсов практически нет я знаю буквально там 12 университета где такие курсы присутствуют это как правило они не являются обязательными для всех а то есть студент может выбрать их по желанию и чаще оказываются какие-то другие спецкурсы более популярными такие как разработка на каком-нибудь очередном модном языке программирования да но не тестирование то есть мы каждые полгода изучаем новый язык программирования но при этом мы не учимся делать это правильно не учимся писать код без ошибок вот и тут я привела на картинки я не знаю немножко отсвечивает видно может нет да какие ужасные баги получаются если вовремя об этом не подумать у вас по моему с этого семестра до ярослава будет читать информационную безопасность немножко в прошлый раз был проще потому что студенты уже курс прошли им было понятно то есть здесь видно что это баг безопасности да это xs уязвимость вы видите что пользователя выскакивает alert то есть таким образом можно его украсть куки украсть сессию вот и вот баги по безопасности это на самом деле самые ужасные баги вот если они находятся уже на такой предрелизной стадии то нам потом приходится очень долго выявлять место где это конкретно произошло это очень сильно влияет на то время когда за сколько мы выпустим релиз да когда мы сможем выпустить продакшн наряду с такими багами и обычно могла назвать баги производительности тоже такие очень трудно уловимые баги то есть если мы обычно обычно как происходит отдают релиз на тестирование тестировщики протестировали функциональность все вроде бы там 10 итераций все баги пофиксили потом в конце кому-то приходит в голову а давайте все-таки померяем производительность у нас не упал не сократилось ли время ответы или еще что и если мы замечаем что под высокой нагрузкой наш компонент начинает падать то как правило очень много времени уходит на то чтобы найти там именно то место где мы сильно замедлились вот и тут тестировщики не могут помочь то есть нужно было именно на во время разработки нужно было писать более эффективный код нужно было раньше начать проводить нагрузочные испытания и так далее в общем вот все эти причины и послужили причиной то логи что такой курс наш существует и я тут как бы сказала может быть не очень корректно да что только неопытные разработчики и в основном неопытные разработчики допускают много багов но это не так есть на самом деле еще очень опытные разработчики которые считают что они очень круто пишут код что они вообще не глядя могут разработать любую фичу и уж точно то что они написали вообще не нужно тестировать поэтому мы недавно привели для разработчиков поиска небольшой опрос это буквально на днях произошло мы спросили их пишут ли они юнит тесты то есть у нас на самом деле на поиске вот я как уже сказал да небольшая такая проблема существует что разработчики они может там привыкли к тому что есть мы и думают ну хорошо у нас же есть тестировщики если я накосячу что они все найдут вот мы решили этой проблемой заняться и сначала поисследовать как же у нас вообще дела обстоят и из 50 ответивших вот вы видите здесь результаты 11 человек это на самом деле довольно много сказали что они вообще не пишут юнит тесты то есть модульный тест я не знаю может быть вы уже слышали что это такое но мы об этом в курсе бы еще очень много говорить 20 человек ответили что они изредка пишут юнит тесты и лишь 19 из 50 сказали что они пишут юнит тесты регулярно вот это на самом деле довольно плохие показатели они говорят о том что то есть я всех этих разработчиков лично знаю уважаю что их при села профессионалами в своем деле но все равно это показывает общий культуру разработки если например взять для сравнения такие компании как фейсбук или гугл там каждый разработчик пишет юнит тесты и обычно делают это до того как пишет код то есть это общепринятая практика до теста рима девелопмент когда сначала разрабатываются тесты потом уже разрабатывается код и у них даже не возникает такого вопроса писать или не писать для них это просто стандарт и они делают это каждый день они представляют как так разработать фичу нет и не написать на нее тест и поэтому мы хотим чтобы то же самое было и в поиске и во всех других проектах и конечно же мы хотим чтобы вот этими 10 там 20 людьми до количества разработчиков которые для которых будет очевидно что нужно тестировать то что они разрабатывают мы там наша компания прирастет каковы цели в итоге нашего курса в первую очередь мы хотим показать что качество это важно и это то о чем нужно думать на этапе разработки также о том что обеспечение качества это наша общая задача это не задача группа тестирования которые получают себе на вход какой-то релиз какого-то продукта до какой-то новый продукт и начинают там искать баги это задача тестировщика разработчика это задача менеджера и всех участников проекта и как можно его обеспечить мы об этом поговорим в курсе и о многих собственно практиках как качество разработки повышается но то о чем я говорил это скорее профи для меня и для тестировщиков то есть если вы станете крутыми разработчиками вы будете меньше банков допускать в вашем коде то это с какой там облегчится нам жизнь дано мы будем меньше их находить меньше раз на придется все перетестировать но конечно же для вас тоже есть определенные профиты почему вам нужно уметь тестировать ну во первых вы получите знания навыки которые сейчас очень востребована сфере идти как я уже сказал что многие крупные известные компании они ориентированы на то чтобы нанимать разработчиков здрасте они ориентированы на то чтобы нанимать разработчиков которые ориентированы на качество которые готовы не не фигак фигак в продакшн да вот так вот разрабатывать а они готовы подходить к разработке с умом и стараться на этапе разработки сделать все, чтобы вовремя выпустить качественный продукт. И представляете, когда вы приходите на собеседование, вам говорят, реализуйте какой-нибудь у меня алгоритм на C++, а вы мало того, что реализовали этот алгоритм, вы еще и сразу же юнит теста набросали на то, что написали. Ну, конечно же, нужно при этом еще сами проверить, что ваш код работает, вот, иначе может получиться казус, что как бы тесты написали, а код не работает. Вот. Ну, в общем, просто поверьте, если вы на собеседовании продемонстрируете не только свои знания и умения в программировании, но также покажете, что вы еще и собираетесь протестировать то, что вы сделаете, да, напишите тест, уточните какие-то требования, да, к заданию, то это вам сразу плюс тысячи очков даст, вас там немедленно примут в штат, дадут зарплату не менее 150 тысяч рублей, и, в общем, это, я считаю, профи для вас, да, потому что печаль действует в том, что когда люди приходят на собеседование на даже автоматизаторов, да, то есть тестировщика, который будет разрабатывать автотесты, он как разработчик получает задание на разработку там чего-либо. И вот когда человек, который приходит на позицию тестировщика, начинает писать код с багами, это вот совсем печальное явление и очень сильно огорчает, хотя от него ожидают, что он это сможет не только правильно написать, но еще и протестировать сразу же со всех сторон. Вот. И, в общем, к вам, как к разработчикам, это тоже, ну, для вас это, да, это, наверное, тоже очень важно, когда вы проходите собеседование, вы должны правильно там, как бы, решить задание и еще показать, что вы готовы качественно разрабатывать. Ну, вот какие-то клевые компании я здесь на слайде привела. Ну, конечно же, в Mail.ru в первую очередь нужно приходить. И о чем конкретно мы расскажем? Мы расскажем о том, какие виды тестирования бывают и для чего каждый вид тестирования применяется. Расскажем, как выбирать тесты, чтобы они находили ошибки. Это важно писать тесты, которые не просто существуют, да, параллельно с кодом, но они еще и приносят нам пользу, потому что есть много разработчиков, которые говорят, я пишу юнит-тесты, очень этим гордятся, но на деле оказывается, что их тесты ошибок не находят, и пользы от них ноль. То есть важно не просто сам факт того, что вы тесты пишете, нужно писать эффективные тесты. И чему мы вас постараемся научить? Мы постараемся научить вас автоматизировать функциональное тестирование, потому что функциональное тестирование, это, несомненно, какая-то рутинная работа, и было бы клево, если бы разработчики вместе с тестировщиками, да, с тестировщиками-автоматизаторами могли автоматизировать эти проверки. Также научим писать хорошие юнит-тесты. Хорошие юнит-тесты — это те юнит-тесты, которые будут находить ошибки, которые будут выполняться быстро, которые будут поддерживаемыми и не будут ломаться от каждого релиза, да, то есть они будут написаны правильно. Это тоже очень важно. научим проводить нагрузочные испытания, то есть это будет немного, но, наверное, будет одна лекция, которая будет посвящена нагрузочному тестированию, потому что вы все, наверное, будете разрабатывать высоконагруженные сервисы, сервисы, которые будут работать с большим объемом данных, и для таких сервисов очень важно уметь проводить нагрузочные испытания, измерять их производительность. И расскажем про инструменты continuous integration, непрерывной интеграции, расскажем, как эффективно обеспечить непрерывное тестирование, чтобы этот процесс был непрерывным и как можно меньше затрат уходило на него, то есть по максимуму его автоматизировать. И о чем мы не расскажем. Вы не узнаете ничего про ручное тестирование, то есть этот курс ориентирован именно на будущих разработчиков и именно о тестировании на этапе разработки. Конечно, все методологии и техники, они, в общем-то, схожи у ручного тестирования и тестирования на стадии разработки, то есть, например, как написать тест, который находит баги, да, то есть критерии выбора тестов, они в целом схожи, но именно об организации процесса ручного тестирования, о том, как работает ручной тестировщик, мы говорить не будем. Также мы ничего не расскажем про тестовые документацию которую тестировщик разрабатывать для себя это написание тест-планов составление тест-кейсов и о том как предоставить отчет с тестированием менеджера то есть это вам просто будет не нужно если вы не будете тестировщиком и поэтому мы не будем про это рассказывать да и также мы не расскажем подробностях всех-всех методологии тестирования потому что возможно для вас это будет лишней информации если вам будет интересно то я обязательно расскажу где дополнительно что-то почитать про этом но про самое важное расскажем и структура курса наш курс наверное самый маленький на технопарке у нас всего пять лекций то есть это полсеместра и четыре практических занятий после первых двух лекций будет первый рубежный контроль и там еще три лекции еще один рубежный контроль и одновременный экзамен и что хотел сказать курс делится на две части то есть первая часть такая можно назвать и гуманитарные то есть я вам буду рассказывать как раз про методологии виды тестирования про то как выбирать тесты чтобы они обнаружили ошибки а вторая часть будет непосредственно про автоматизацию на будет про разработку модульных тестов про то как нагрузить на протестировать ну немножко еще про инструменты поговорим вот ну тут я привела просто для информации критерии прохождения то есть мы в конце курса у нас будет у нас форма форма оценки зачет не зачет поэтому вот 70 баллов вам нужно набрать чтобы получить зачет итак начнем давайте сначала поговорим о среде в которой приходится выживать всем компаниям которые так или иначе имеют дело с веб-разработкой да это интернет интернет сейчас очень высоко конкурентная среда очень много доменов на которых расположены различные продукты и сервисы существуют в интернете ежедневно добавляются еще тысяч три наверное всевозможных интернет магазинов интернетом пользуются около половины населения россии и конечно же при такой конкуренции выживает сильнейший то есть каждый человек он выбирает ту почту которая кажется ему наиболее удобной наиболее качественный там тот мессенджер который ему тоже будет казаться наиболее удобным и качественным поэтому качество это ключ к успеху и ключ к выживанию и поэтому именно скорее для веб-разработки да где не существует никакой монополии то есть если у меня есть там я не знаю скажем сайт rgd я больше нигде кроме как на портале сайт rgd не могу пройти электронную регистрацию меня нет выбора просто еду на сайт rgd мне неудобно я там каждый раз страдаю но я пользуюсь им если у меня есть выбор какой почты пользоваться то я предпочту только ту который мне будет пользоваться удобно поэтому качество это действительно важно и на самом деле под качество качество очень часто использую это определение но что же такое качество это этому термину существует очень много различных определений и первыми о качестве задумались еще те люди которые программном обеспечении имели очень мало отношения это были люди которые отвечали за качество на различных заводах и фабриках фабриках это началось где-то в тридцатых годах и вот я здесь провела первые три определения людей которые которых сейчас это американцы они работали многие из них работали в японии поднимали японскую промышленность многие из них работали в америке некоторые из них работали в америке и сейчас их называют гуру качество или наставниками по качеству давайте посмотрим на эти определения вот джосеф джурен говорил что качество это пригодность к использованию соответствует требованиям а также оправдание ожиданий потребителя нет я со всеми ими согласна но и много еще определений существует но их можно все разделить на две части то есть одни говорят что качество это то насколько наш продукт удовлетворяет требованиям потребителя потребителя заказчика в общем так какого-то кастомера до вторая часть говорит о том что качество это то насколько именно производитель выполнил какие-то требования которые были к этому продукту сформулированы перед перед непосредственно инженерами которые там этот продукт производили ну то есть таким образом мы понимаем да что качество складывается из того насколько мы сделали хороший продукт в итоге удобный да и насколько мы насколько там разработчик производитель инженер выполнил те те требования которые он сам к нему предъявил и и для того чтобы еще вот тоже так 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 в тех же древних годах нам где-то 30-е годы цирковые 50-е люди поняли что для того чтобы продукт на выходе получался качественным до чтобы вовремя делать поставки чтобы делать качественные поставки нам нужно подумать над процессом что нам нужно сделать чтобы в итоге продукт получился качественным и было разработано несколько концепций и философий вы сейчас прочитайте название и наверняка увидите знакомые потому что все эти концепции применимы не только к процессам производства продуктов на заводах и фабриках а также применимы к процессам разработки по и они используются и по сей день в современных компаниях и так давайте посмотрим на них вот самый первый план ду чакак это называется ну эта концепция называется цикл шухарта или колесо деминга и состоит из четырех шагов вы кстати наверное видели эту картинку потому что есть очень известный там диму де мотиватор на эту тему что как выглядит бизнес в россии как вы выглядит бизнес не в россии мол бизнес на западе выглядит так что у нас есть цикл мы сначала планируем потом реализуем потом проверяем и и потом как-то реагируем проверяем да а в россии там стрелочки во все стороны много матерных слов так далее вот в общем это про этот цикл на самом деле и говорят что в основном благодаря ему стали на рынке доступны быть качественные японские продукты потому что вот эдвард деминга который то есть первым этот цикл разработал доктор шухарт когда еще работал в компании был систем эдвард деминга 50-х годах этот цикл доработал и очень активно пропагандировал его в японии и то есть действительно поднял японскую промышленность вот такой вот небольшой цикл с четырех шагов действительно позволил делать недорогие и очень качественные продукты то есть состоит он да из того что мы сначала планируем наши действия потом мы реализуем этот план далее обязательно проверяем все ли у нас получилось соответственно плану и какая-то реакция то есть если были какие-то проблемы мы их устраняем и дальше опять рисуем план то есть это улучшение то есть это цикл показывает что мы никогда не останавливаемся на достигнутом с каждой итерации мы улучшаем 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 наши качества его последователем деминга стал джосеф джуран он немножко можно сказать упростил упростил этот цикл у него осталось там про планирование реализации и проверка и если вот колесо деминга это было в основном о процессах то есть он говорил о том что нам нужно совершенствовать процесс то есть на каждом этапе мы должны улучшать процесс джуран говорил что все зависит от человека он практически был настроен на то чтобы подходить каждому менеджеру и говорить что как у каждого менеджера должен быть план по его улучшению по усовершенствованию конкретно его действий а ну сейчас кураться кстати это можно не записывать на самом деле это просто я рассказываю для такой вообще вашей общей радиции с чем-то может быть вы даже на работе столкнетесь там как например сказать зеном вот 6 сигма это уже такая статистическая философия которая основана статистическом измерении то есть сигма вам наверное из теории вероятности известно да что это среднеквадратичное отклонение в общем это концепция говорит нам о том что нам нужно на каждом этапе замерять количество дефектов которые мы произвели то есть там 6 сигма это на самом деле не более там 3,4 дефектов на миллион каких-то единиц продукции это очень сильный критерий на самом деле по практически нереально выполнить но вот он был там применен в японии я не помню по моему возможно на заводах тойота то есть не очень помню конкретно заводах и они действительно стремились к тому чтобы из миллиона каких-то деталей у них было не более трех бракованных то есть это концепция которая была основана на сокращении сдержек то есть стало что основные потери производства несет от того что им много приходится переделывать то есть люди уже тогда понимали что на самом деле важно лучше сразу сделать качественно дать чем иметь процент кого-то брака и постепенного переделать переделывать ноль дефектов это тоже довольно известная концепция филипп кросби использовал ее когда он участвовал в разработке баллистических ракет американских першинг и был первый запуск запустили 7 ракет из них одна не запустилась короче говоря на следующий день его вызвали на ковер и сказали что как-то плохо что у нас одна из семи ракет не запускается он подумал ну да действительно плохо в общем после этого ввел к такую идея без дефектных дней когда он подходил каждому сотруднику и говорил ему друг давай ты сегодня вот сделаешь все правильно вот ты сегодня выполни свою должностную инструкцию на все сто процентов и то есть делай все только без брака делай все правильно и лучше ну то есть делай как можешь и и это действительно действовало и в такие дни было заметно что люди действительно делали все хорошо и качественно после чего не смогли сделать поставку этих ракет в какую-то огромную поставку раньше положенного срока там по моему на три месяца или на сколько и еще хотела бы отдельно сказать про кайдзен это тоже такая японская философия постоянного совершенствования то есть все они основы все эти концепции основан на том что нужно постоянно 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 улучшать качество и вот кайдзен если вы сталкивались может быть уже с такой гибкой методологии разработки как скрам там у них есть такой такой этап в разработке который называется устранение помех и и как раз когда все вся команда собирается и они там решают что им мешает вовремя выпустить продукт то есть для этого используется даже процесс точнее вот какие то какие то основы вот это вот философия кайдзен которые который призывает постоянно совершенствоваться они смотрят там на каких этапах у них какие-то произошли задержки и ошибки вот это на самом деле только самые основные и действительно если посмотреть на то как сейчас например многие люди какие-то стартапы начинают да какой то может быть новый бизнес если менеджер он хочет сделать качественный продукт они думают о том не узнать ли мне не прочитать ли мне 14 принципов деминга который целую страну можно сказать на этих 14 принципах поднял да и почему бы мне не использовать это в своем бизнесе вот и это действительно работает и уже позже когда люди стали применять все эти модели к программному обеспечению люди стали думать хорошо у нас есть программа если с ракетами например понятно да что они там должны летать попадать точно в цель с медицинским оборудованием наверное понятно оно должно работать там быть точным дать тоже не ломаться с машинами понятно с чем-то еще то с программным обеспечением сложнее то есть мы написали какую-то программу как на понять какая она качественно или нет тогда люди начали составлять некоторые модели эти модели описывали как раз свойства и характеристики которые они считали должны присутствовать у именно качественного па и 1 это первым такую модель предложил маккол для ввс сша он по моему там тоже какие-то ракеты разрабатывал или что-то что что-то типа того и тогда он решил в этой модели объединить как раз как сказать сблизить пользователя и разработчика то есть это как раз то что я говорил две стороны да то что нужно пользователю и то что хочет разработчик то есть тогда уже он понял что наш продукт должен иметь свойство перерабатываемости то есть мы должны его изначально таким сделать чтобы потом нам было легко его доработать сопровождать и протестировать что самое важное например приведу из жизни такую историю если знаете что мы уже зарабатывает браузера мига социальный браузер никто не знает судя по реакции ну ладно в общем суть в том что разработали первую версию ну как-то разработали придумали какую-то архитектуру и ну и протестировали поняли что там на самом деле все плохо но выбор не было запустились там как-то худо-бедно но все понимали что все плохо на самом деле что архитектура плохая что работает медленно и ну решили что хорошо это была первая версия и теперь мы хотим сделать вторую версию которая будет гораздо лучше 1 гораздо больше людей и скачает и будет ей пользоваться но когда мы посмотрели на эту версию поняли что ну на самом деле чтобы ее доработать улучшить и нужно просто заново переписать то есть эта архитектура не позволяла абсолютно никакой оптимизации и просто пришлось все сесть и переписать заново с нуля вот поэтому когда вы разрабатывать какой-то продукт который живет не одним релизом а вы думаете о том что наверняка он просуществует еще много-много лет то нужно заранее подумать что его потом можно было легко протестировать и доработать также этот продукт должен быть переносимым он должен взаимодействовать как-то хорошо с другими продуктами и его должно быть удобно эксплуатировать то есть это как раз страна пользователя он должен быть практичным удобным надежным эффективным и целостным это была такая первая модель после этого появилось еще очень очень много стандартов вот наверное самый такой известный стандарт который появился в 90-х годах это iso 9126 и следом за ним появился гост наш российский стандарт то есть есть на самом деле гост качество программного обеспечения вот там все описано каким оно должно быть по гостам и некоторые продукты я так полагаю даже проходит от сертификацию то есть она им зачем-то нужна там какие специальные люди которые могут проводить сертификацию по проверяют удовлетворяет ли там какой-то конкретный продукт какая-то программа до какая-то система гост а вот ну гост является действительно просто переводом вот это вот стандартным и я вот здесь привел то есть они также дают какое-то определение качества что это совокупность свойств программного средства которые обуславливают его пригодность удовлетворять заданные или подразумеваемые потребности ну пользователям соответственно и дает нам шесть самых главных атрибутов которые должны присутствовать у качественного по это функциональность то есть это самый простейший и понятный атрибут то есть наш продукт наша система должны делать то что было задумано что она должна делать надежность то есть наш продукт должен быть отказ отказа устойчивым не падать не ломаться так далее ему должен должно быть удобно пользоваться он должен быть эффективен тут тоже какие-то временные характеристики наверняка там быстро быстро работали что-то типа того сопровождаемость и мобильность то есть переносимость на какие-то может быть одной операционной системы на другую и так далее вот такие стандарты и тот был стандарт ну кстати вот мы на самом деле никому никому это не интересно но просто на всякий случай мы мы сейчас живем с гостом который является переводом стандарт 91 года ну то есть это как уже где-то 12 лет прошло да и и вот у нас такой гост на самом деле то стандарт был уже доработан в 2011 году и они приписали еще два атрибута к нему то есть они добавили что наш наш программа должна быть совместима с каким-то еще другим другим программным обеспечен то есть она должна существовать не только по отдельности но и не знаю например если вы поставили guard mail.ru то он должен нормально как-то уживаться с проиторином яндекса и безопасность то есть безопасность и защищенность то есть данные пользователи вы там в интернете где-то которые он вводит в эту систему они должны быть защищены и соответственно сам пользователь должен быть защищен от каких-то атак там в интернете ли где-то еще ну про тестирование безопасности защищенности у вас будет в этом семестре целый курс ярослав вам про это очень подробно расскажет мы как раз на этом очень подробно останавливаться не будем вот это то что я думаю про стандарты на самом деле то что я там перечислила это лишь маленькая часть и когда у тебя возникает вопрос может быть есть какой-то документ который написано каким именно должно быть качественное поле где-то же есть одно определение качества программного обеспечения нет нифига приходится читать 20 разных вообще потом еще понимаешь что это все очень далеко от жизни никому не нужно и в общем на картинке как раз изображен то есть это именно так и происходит 2012 году еще какая-то группка энтузиастов собралась откуда-то взяла денег и решил что вот тех вот вот тех 10 стандартов которые были написаны их недостаточно нужно придумать свой еще более лучший на самом деле он там оказался ничем не лучше но просто это и появился еще один стандарт который тоже люди изучают как-то сертифицируют свои продукты по нему и так далее и все-таки что же такое качество вот если кто-то знает кто такой джерри вайнберг это такой очень известный разработчик и на самом деле он много книг написал про разработку программного обеспечения и еще считается что он один из основоположников методологии гибкой разработки вот он сказал очень правильную вещь что на самом деле у каждого свое представление о качестве и и когда начинается разработка нового продукта какого-то это все круто что у нас есть куча стандартов которых написано что ваша система должна быть такой 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 но было бы неплохо вот в самом начале когда еще работа над продуктом не началась решить все таки чего мы от него хотим чтобы не было потом как с браузером амиго что мы что сделали очень быстро на самом деле и круто на никто наверное не смогу бы так быстро и такую работу проделать да но оказалось что то мы получили что то наверное все таки не совсем то чего хотели и пришлось все заново переписывать вот ну конец истории как бы хэппи-энд вы его переписали теперь все классно вот просто чтобы немножко позитив и вот буквально уже на днях раздадим пользователям которым будем надеяться будет удобно им пользоваться вот таким образом у каждого свое представление качестве действительно так то есть какой-то продукт должен быть очень быстрым какой-то продукт должен быть наиболее надежным и еще много много разных характеристик и вот мы подошли к самому интересному самое интересное для меня наверное до части лекции это тестирование то есть наш курс называется обеспечение качества по и вот я вам рассказывала там про управление до какие-то супер философии концепции которые люди придумали для того что для того чтобы на выходе получать качественный продукт вот на самом деле обеспечение качества это немножко это действительно про это да это улучшение качества и на каждом его этапе то есть когда мы не просто разработали продукт и разработчики про него забыли работать над ним начали тестировщики да а когда еще на этапе проектирования продукта мы уже думаем о качестве далее на этапе разработки мы думаем о качестве потом мы каждый раз думаем о том чтобы нам еще немножечко по улучшать да как нам сделать наиболее эффективной там ту или иную стадию да например как нам сделать наиболее эффективным тестирование как нам его ускорить вот все это об обеспечении качеством вот но сейчас мы поговорим о тестировании тестирование это такая подобность обеспечения качеством и чуть попозже расскажу дать какие именно у нее задачи вот протестирование тоже есть очень очень много стандартов и конечно же международная вот вот институт пост стандартизации тоже создал целую программу до протестирование вот но мы не будем это ничего читать посмотрим какие первые определения тестирования давали люди которые сейчас считаются именно гуру тестирования которые написали первые книги про тестирование и эти определения не устаревают и даже данный момент являются актуальными вот глинмайер сказал что тестирование это процесс выполнения программы с намерением обнаружить ошибки это наверное самое первое определение но к нему позже появились некоторые претензии потому что а что если мы не обнаружили ошибок то есть это же не значит что тестирование не произошло да и на самом деле тестирование выходит за рамки поиска ошибок мы живут не только ошибки ищем и после этого это определение немножко переработалось и сам каннер тоже очень известный профессор который очень написал несколько книг и постоянно до сих пор выступает на конференциях про тестирование сказал что тестирование это техническое исследование которое проводится с целью предоставить заинтересованным лицам информацию о качестве тестируемого продукта и это то что как будто то о чем я говорил да что тестировщик он не только то есть он не любит находить баги и это не его основная задача найти как можно больше багов и что вот чем больше багов тем круче тестировщик поработал его задача тестировщика на самом деле это исследовать продукт и вот в конце этого исследования предоставить информацию каким-то стейкхолдером заинтересованным лицам это могут быть сами разработчики это могут быть заказчики это могут быть какие-то другие менеджеры проекта да предоставить им информацию о том насколько продукт готов к тому что чтобы выпустить его отдать его пользователям да насколько он качественный и и еще есть такая книга инженерных знаний называется свебок там дается тоже более простое определение тоже в принципе верное не говоря что тестирование это проверка соответствие реального поведения системы ожидаемому осуществляемая на конечном наборе тестов выбранных определенным образом то есть тут они говорят уже о технической стороне тестирования то есть уже больше говорят о том каким образом это тестирование производится Да, мы действительно выбираем какой-то ограниченный, конечный набор тестов, которые мы выбираем в соответствии со знанием о том, как наш продукт должен работать, и, соответственно, проверяем на соответствие реального поведения системы. Вот такие определения. То есть они друг друга скорее взаимодополняют, чем взаимоисключают, поэтому я никогда ни от кого не требую и не ожидаю от своих коллег, с которыми мы иногда обсуждаем, что же такое тестирование, что мы с ними когда-то придем в консенсус, или я-то вас буду требовать знания какого-то одного определения. То есть на самом деле все это правда, просто смотря о каком аспекте тестирования говорить. Ну, это самое основное, что, наверное, нужно знать и понимать. И вот еще один слайд опять про разницу quality assurance, то есть обеспечение качества, quality control и тестирование. То есть quality assurance, и вот в чем, как бы, тестировщики в России, они появились, наверное, позже все-таки тестировщиков на Западе, и почему-то сразу все стали называть себя quality assurance специалистами. То есть, например, спросишь такого какого-нибудь человека, там, а чем ты занимаешься? Он говорит, я занимаюсь обеспечением качества. Но на самом деле очень часто, когда они так говорят, они имеют в виду всего лишь тестирование. То есть обеспечение качества — это как раз такая совокупность процессов, которые способствуют выпуску качественного продукта на каждой стадии разработки. В обеспечение качества входит очень много всего. Это и код-ревью, который обычно разработчики проводят, да, это continuous integration, да, непрерывная интеграция, это разработка, это и юнит-тестирование, это и какая-то разработка проектной какой-то документации, да, то, что там, не знаю, менеджеры делают. То есть все это обеспечение качества. И, конечно, каждый тестировщик, он стремится к тому, чтобы немножко перерасти из тестировщика специалиста по обеспечению качеством. И вводить такие процессы на своем проекте, как код-ревью и так далее и тому подобное, об этом мы, ну, то есть поскольку у нас в курсе так и называется обеспечение качества, мы об этом будем очень много говорить, да, о том, как разработчик может влиять на качество. И о том, какие меры нужно вот на этапе разработки применять, да, чтобы именно обеспечивать качество. Вот. А довольно часто тестировщик не делает ничего, кроме как действительно просто исследует продукт на то, чтобы он соответствовал требованию и предоставлял информацию менеджеру. И это называется не обеспечение качества, а контроль качества. То есть это тоже, да, не просто поиск багов, это вот совокупность видов деятельности, направленных на оценку качества. То есть как бы тоже есть несколько, да, различных процессов, которые позволяют нам произвести контроль качества. Вот. Но это чаще всего именно этим занимаются тестировщики, они занимаются контролем качества. Вот. Ну и исходя из этой терминологии, тестирование на самом деле не существует, а то, в каком виде мы его хотели бы видеть, это именно контроль качества. То есть такая уже устоявшаяся терминология, то есть люди говорят, что мы занимаемся контролем качества. Ну а тестирование это так, в обиходе просто, друг друга называем, там тестировщики и так далее. Вот. Еще есть такие два термина, которые тоже немножко вносят путаницу. Есть верификация ПО и валидация ПО. Я тут тоже, поскольку каждый день эти определения не использую, думаю, надо выбрать какие-то наиболее клевые такие определения, чтобы вот дать их, и все сразу стало понятно. Но оказалось все немножко сложнее, потому что если вот почитать различные, опять же, там, какие-то стандарты, да, какие-то книжки, в которых содержатся все-все-все определения про разработку, оказывается, что в одном месте написано, что верификация это, там, то-то, в другом месте написано, что овалидация, там, это что-то другое, а в соседней книжке уже написано, что их просто меняют местами. Вот. И это очень сложно из-за этого дать какое-то правильное определение, потому что уже начинаешь теряться, что же на самом деле является правильным определением. Но я придерживаюсь все-таки вот того мнения, что верификация это проверка соответствия характеристик продукта заданным требованием. То есть на самом деле вот тестирование это такой подкласс методов верификации программного обеспечения, а валидация это уже проверка того, насколько наш продукт выполняет то, что он должен. Там, я не знаю, насколько, например, наш микроскоп вообще хороший микроскоп. То есть, или, например, мы разработали какую-то систему, которая до этого никогда не была, и теперь вот она появилась и должна срочно решить проблему каких-то людей. Вот решила она проблему этих людей или нет. Вот. То есть, как бы, потому что может получиться так, что мы вроде бы все требования выполнили, а потом оказалось, что на самом деле система оказалась бесполезной. И есть такой известный тоже инженер Барри Боэм, он вот формулировал такие определения, то есть верификация, сделали ли мы продукт правильно, а валидация это сделали ли мы правильный продукт. То есть для решения вот этой задачи человечества мы вообще такую систему придумали или нет. И какие же цели присутствуют в тестировании? Ну, как я уже сказала, что тестирование одна из первых целей и, наверное, основных — это поиск ошибок. Да, действительно, для тестирования важно найти ошибки до того, как их увидят пользователи. Но это не единственная цель, потому что если мы не нашли ошибок и предоставили менеджеру информацию о том, что ошибок в твоем продукте нет, все, можно выкатывать в бой, то мы тоже выполнили свою цель. Мы оценили качество и эту информацию передали тем, кто в ней заинтересован. Поэтому оценка качества программного обеспечения — это тоже цель тестирования. И также еще одна цель тестирования, но менее явная — это обеспечение стабильного развития системы. То есть мы выпускаем релиз за релизом, релиз за релизом, да, и поскольку у тестировщика у него есть такое широкое видение на продукт, он следит за тем, что мы действительно развиваемся в правильном направлении, в том направлении, в котором хотят развивать продукт менеджеры и так далее. То есть более такое общее видение продукта есть у тестировщика, и он следит за этим. И в нашем курсе, вот я уже много раз говорила, да, об тестировании на этапе разработки, я уже сказала, что мы не будем ничего рассказывать про ручное тестирование, а мы будем говорить именно о таком понятии, как development testing. То есть на русский я перевела как тестирование на этапе разработки. Это как раз то, что те какие-то действия и меры, которые предпринимаются на этапе разработки для того, чтобы повысить качество продукта, да, обеспечить качество, сократить количество дефектов и так далее. И, конечно же, не просто так названо, да, то есть именно девелопер, именно разработчик эти меры должен предпринимать. Вот. И об этом мы поговорим. И зачем же все-таки разработчикам уметь тестировать? Ну, очевидно, разработчику нужно уметь тестировать, чтобы писать более качественный код. Разработчик, который пишет плохой код, код с багами, это плохой разработчик. Который пишет хороший код, это хороший разработчик. И если вы пишете хороший код, код без багов, вы делаете то, что вам говорит менеджер, это помогает вам вовремя выпускать продукты. Потому что это очень неприятно, когда вот разработчик жалуется на то, что ему не хватает времени, да, ему там, он говорит, мне некогда писать юнитесты, меня и так вот со сроками поджимают. Но если присмотреться, то можно заметить, что часть лишнего времени, который разработчик тратит, да, из-за чего ему времени не хватает, это как раз потому, что он вовремя не принял какие-то меры, чтобы избежать лишних задержек на фикс багов. То есть понятно, да, что чем больше багов в продукте, чем больше получается итераций. То есть тестировщики их находят, этот продукт разработчику обратно отдается, он начинает фиксить баги, во время того, как фиксит баги, еще добавляет новые, и все это, конечно же, нас отдаляет от того момента, когда мы наконец-то сделаем. А менеджеру, ему вообще говоря все равно, сколько итераций, сколько чего, у него есть дедлайн, и он каждый день ходит к разработчику и говорит, так, ну что там, ну вот уже два дня осталось, как дела? Вот, и разработчику кажется, что он просто ничего не успевает. На самом деле, если он будет меньше, если он будет тестирует то, что он делает, если он будет еще какие-то другие меры применять, о которых мы поговорим, то у него и времени останется больше, и больше проектов будет завершено вовремя. Выпускать в продакшн качественное ПО, потому что понятно, что все баги всегда обнаружить невозможно, и чем больше багов обычно найдено тестировщиками, это как бы означает, что и достаточно много багов еще осталось, и они, возможно, уже будут замечены только пользователями. Вот. И, к сожалению, сейчас очень часто такая ситуация, что тестировщиков мало на проекте. То есть не везде достаточно внимания тестированию уделяется, и я, честно говоря, не знаю ни одной команды, которая бы сказала, что тестировщиков на их проекте достаточно. Вот у нас достаточно тестировщиков, все, нам больше никого не надо. Обычная ситуация такая, что говорят, ой, у нас вообще ужас. Вот у нас, например, на поиске 100 человек в проекте и 7 тестировщиков. Это на самом деле очень мало. Представляете, сколько ежедневно 100 разработчиков как бы успевают нагенерить кода, не буду называть это другим словом. Вот. То есть кто-то хорошего кода, кто-то не очень хорошего кода. А в итоге получается, что 7 тестировщиков должны сделать так, чтобы наши пользователи не видели багов. Вот. А бывает так, что тестировщиков вообще на проекте нет. А тем не менее, все равно нужно как-то сделать так, чтобы продукт получился хорошим. И если есть тестировщики, то всегда можно на них эту ответственность спихнуть, что они как бы являются последней инстанцией. А когда тестировщиков нет, тут уж никуда ничего не поделаешь. Да, разработчику приходится отвечать за все эти баги в продакшене ужасные. Вот. И поэтому тоже очень полезно уметь все-таки тестировать, причем тестировать быстро и без лишних затрат. И последний пункт. Это разработчикам нужно уметь тестировать, чтобы уметь на одном языке разговаривать со специалистами по тестированию. Нужно знать и понимать цели и задачи тестировщика, чтобы потом не возникало таких ситуаций, что разработчик, например, сказал, ой, а я это вообще не тестировал, ведь есть же у нас команда по тестированию. То есть это на самом деле до смешного доходит. У нас, как и везде, бывает некоторые авралы, мы разрабатываем там продукты, да, тот же самый Амиго, еще какие-то продукты. И нужно все сделать очень быстро. И иногда бывает такая ситуация, вот если, вы знаете, есть в браузерах такой продукт, он, по-моему, у всех компаний, есть визуальные закладки. То есть это такое, как расширение, расширение к браузеру, когда вы делаете новый тап, а он вам уже показывает там поисковую строку вашего любимого поисковика, какие-то закладки, какие-то сайты, которыми вы чаще всего пользуетесь. Ну и, в общем, суть в том, что выпустили очередную версию браузера, как бы мы нашли баг, да, в этих визуальных закладках. А нужно было выпускать вот уже прямо сегодня. Ну, разработчики очень быстро все пофиксили. И нам говорят, все, мы все сделали, точно починили, вот вам сборка, пожалуйста, очень-очень быстро протестировать. Ну, мы, конечно, всегда готовы там, если нужно, да, быстро проверить, все такое. То есть мы все принимаем там, все силы мобилизуем, начинаем там тестировать, пытаться тестировать, да, эти визуальные закладки. Оказалось, что когда они собирали сборку для тестирования, туда вообще этот компонент не положили. То есть там просто не было вообще этих визуальных закладок. И тут получается такая обидная ситуация, что кажется, разработчики не до конца понимают, в чем вообще цели и задачи тестировщиков. То есть, конечно же, их задача не в том, чтобы разработчик что-то не глядя запрограммировал, а тестировщики за ним все-все проверили. То есть задача тестировщика немножко в другом. И поэтому, да, хотелось бы, чтобы разработчики это понимали и разговаривали с командой по тестированию на одном языке. И вот еще один слайд, собственно, показывающий, что девелопмент тестинг, да, разработка, тестирование на этапе разработки, очень важна. То есть есть такой график, он называется «Кривая Бойма». Это вот тот же Барри Бойм, инженер, разработчик очень известный. Он провел исследование, нарисовал такую зависимость, сколько стоят баги, обнаруженные на разных этапах разработки. И вот видно, что баг, который находится на этапе разработки спецификации… Не разно я находил багов на этапе… Ну ладно, давайте начнем все-таки с примерно вот там дизайн-разработка, да. Что баг, который найден на этапе разработки или дизайна, он гораздо меньше по стоимости, чем тот баг, который находится уже на предрелизной стадии, который находится в тестировании. И поэтому, да, мы и говорим о том, что это очень важно разработчикам уметь тестировать и тестировать то, что они делают, причем желательно писать юнит-тесты и так далее, то есть чтобы как можно быстрее получать фидбэк о том, что они сделали. Вот. И таким образом вместе мы победим. Тут нарисованы менеджер-разработчик и тестировщик, которые дружно делают качественный продукт и выпускают его в срок. Тестировщик в шляпе. И в белом. Вот. И я поискала в сети что-нибудь, какое-нибудь исследование, которое бы подтвердило нам еще раз, да, важность и ценность тестирования в разработке. И нашла такое исследование независимой консалтерской компании, которая проводилась в 2011 году. Они просили больше 250 менеджеров из 200 компаний, айтишных. Но там задавали им различные вопросы про то, насколько важно разработчику тестировать и так далее. Вот. Давайте посмотрим, что у них получилось. То есть основные результаты у них получились такие, что значимость тестирования на стадии разработки значительно возросла за последние два года. И я это связываю с тем, что на самом деле все больше и больше применяются гибкие методологии разработки. То есть если у нас есть водопадная модель, например, когда у нас есть полугодовой релизный цикл, сначала мы там три месяца разрабатываем, потом три месяца еще баги чиним. Ну тут, может быть, уже смазывается, смазывается немножко польза от того, тестировали ли сами разработчики свой продукт, да, во время разработки или нет. А когда мы используем какие-то гибкие методологии, да, то есть agile, когда у нас релизный цикл сокращается, там, может быть, равен одному дню, то, конечно, нам важно, чтобы как можно большее количество багов находилось раньше, чтобы не затягивать релизы. Чем дольше баги остаются незамеченными, тем выше их стоимость. Ну, понятно, все это понимают, да, это вот, собственно, описание того графика прожуков. То есть чем баг найден позже, тем он в итоге получается дороже. От разработчиков требуют быстрого внедрения новейших технологий, при этом они не могут жертвовать качеством ради скорости. То есть да, это так, каждый день технологии развиваются, нам нужно различные инновационные методы применять, да, чтобы отвечать рынку вовремя, и, конечно же, при этом нам нужно следить за качеством. Тестирование — одна из основных функций разработчика. Ну, так, на самом деле, спорное предложение, да, но, наверное, все, что они хотели сказать, что тестирование — это тоже, да, важная задача разработчика. Это действительно так. Отсутствие сотрудничества между разработчиками и тестировщиками увеличивает проектные риски. Да, увеличивая, дружите с тестировщиками, постоянно с ними общайтесь и постарайтесь им облегчить жизнь, и тогда они максимально будут облегчать жизнь вам. И привела некоторые графики, почему тестировать код на стадии разработки сегодня наиболее важно. Ну, тут, да, тоже написано, что время сокращается. А вот тут мне, тут, к сожалению, не отобразилось, да, мне понравился последний ответ. Один процент ответили, это два человека где-то, они ответили, что тестировать код на стадии разработки важно, потому что им так менеджер сказал. Ну, зато честно. Надеюсь, что, если вас спросят потом, когда вы уже будете разработчиками, почему, вы так не ответите. Нет, вы не ответите, потому что нам так Ксюша сказала. Рассматриваете ли вы тестирование как одну из ключевых задач разработчика? Да, 73%. Очень уверенная победа. Я думаю, что это действительно так. Какие виды тестирования выполняются разработчиками? И вот обратите внимание, что два вида тестирования, о которых я сегодня уже говорила, да, это security testing и performance testing. Это два вида тестирования, в которых при обнаружении багов, да, безопасности или багов производительности, но на уже стадии тестирования, после того, как разработка закончилась, это наиболее дорогие баги для обнаружения, для того, чтобы локализовать проблему и потом пофиксить ее. Поэтому это очень круто, если действительно разработчики об этом будут задумываться, и вот чем раньше, тем лучше, да. То есть мы тестируем производительность уже не после того, как функциональное тестирование прошло и все баги функционали будут обнаружены, а также во время разработки, когда проводятся какие-то проверки разработчиками, да. Ну, также функциональное тестирование, интеграционное тестирование, юнит-тестирование примерно на одном уровне. И я вам говорила, что расскажу про виды тестирования. Тестирование бывает действительно разным. И вот это разбиение на виды идет как раз от характеристик качества. То есть мы говорим, что наш продукт качественный, если он функциональный, если он стабильный, надежный и так далее. И у нас есть различные виды тестирования, которые как раз направлены на то, чтобы проверить вот этот вот каждый атрибут. Ну, давайте начнем со стратегий. Какие стратегии тестирования? Есть три наиболее известные стратегии, да. Это тестирование черного ящика, когда система, название говорит само за себя, система для нас черный ящик. Все, что мы можем делать, это подавать какие-то стимулы на вход, да. Ну, мы, грубо говоря, пользуемся этой системой как пользователь. То есть мы подаем ей на вход какие-то данные, а получаем, ну, и сравниваем с тем, что получаем с каким-то ожидаемым результатом. Вот. При этом мы не знаем архитектуры этой системы, мы не знаем, как там компоненты внутренние между собой взаимодействуют. То есть мы как будто бы мы пользователи, и мы просто пользуемся этим продуктом как пользователи. Тестирование белого ящика, или называют еще тестирование стеклянного ящика, или прозрачного ящика. Это когда мы знаем структуру кода. У нас есть прямо перед глазами код, мы всегда можем в него посмотреть, можем посмотреть, какие там, какие есть компоненты, как они взаимодействуют, по каким протоколам, какие конструкции используются. И это знание используем для того, чтобы протестировать. То есть на самом деле, например, юнит тестирования, это вот по сути является тестирование белого ящика, когда мы именно используем знания о коде. Мы тестируем модули, отдельные функции, отдельные методы. Но самым, наверное, широко используемой стратегией является тестирование серого ящика. То есть это комбинированное тестирование, это когда мы и как пользователи тестируем систему, а также для того, чтобы, может быть, ну все протестировать невозможно, особенно бывают случаи, когда нам действительно полезно все-таки посмотреть код, чтобы узнать, какие в первую очередь нам нужно тесты провести, чтобы покрыть наиболее какие-то рискованные места продукта. У нас применяется серый ящик. То есть каждый тестировщик, даже ручной тестировщик, он умеет читать код, понимать, что происходит, посмотреть по изменениям, какие компоненты были затронуты, и уже это наталкивает его на мысль, что нужно в первую очередь проверить и какое место наиболее рискованное в этом релизе, что могли сломать. Ну и виды тестирования по объекту тестирования. Я уже много раз говорила про модульное тестирование, или юнитестирование его еще называют. Это как раз те тесты, которые обычно пишут разработчики, и они нацелены на тестирование самых маленьких модулей нашей системы. Это какие-то методы, функции, даже какие-то утилитарные классы. Интеграционное тестирование — это когда объектом нашего тестирования служит не какая-то отдельная функция или метод, мы проверяем взаимодействие двух и более методов функций между собой или даже компонентов. То есть мы проверяем... Когда мы пишем модульные тесты, мы стараемся все, что мы не тестируем сейчас, реализовать в виде заглушек. Мы не используем реальные объекты. Когда у нас идет интеграционное тестирование, у нас уже как минимум два реальных объекта присутствуют, взаимодействующих между собой. И системное тестирование, оно может быть как автоматизированным, так и ручным. Это уже какие-то тесты, которые проверяют, можно сказать, что пользовательские сценарии, то есть такие end-to-end еще называют сценарии, то есть которые проверяют работоспособность всей системы. И вы видите здесь все эти виды тестирования, изображены в виде пирамиды. Почему именно пирамида? Мы видим, что в основании нее лежат модульные тесты. И это говорит нам о том, что модульных тестов должно быть больше всего. Они должны составлять наибольшую часть всех имеющихся автотестов нашей системы. Почему так? Потому что... И об этом Влад еще будет очень много рассказывать. Я просто сейчас немножко вкратце расскажу. Потому что эти тесты самые быстрые и дают самый быстрый фидбэк. То есть это как раз, если смотреть на кривую Бойма, это как раз самые маленькие жучки. Жучки, которые обнаружены модульными тестами, они... Проблемы такие наиболее легко локализуются, быстрее фиксятся, и уже разработчик, просто попытавшись собрать свой проект, он уже видит какой-то фидбэк от этих тестов. То есть зеленые они или... Зеленая сборка или красная. Дальше идут интеграционные. Их должно быть уже меньше, чем модульных тестов. Это более медленные тесты. Тут уже сложнее понять, где ошибка, потому что у нас как минимум два модуля между собой интегрируются в этом тестировании. И они менее надежные. То есть они более хрупкие. Когда мы пишем юнит-тест, там практически нечем ломаться. То есть если у нас там поменялось какое-то определение функции или еще что-то, мы просто правим эти тесты. А интеграционные тесты какой-то из двух модулей меняют свою функциональность. То есть они чаще ломаются, чаще дают ложноположительный результат. И системных тестов должно быть меньше всего, потому что они очень долгие, очень хрупкие, и очень сложно локализовать ошибку. То есть когда падает тест, который проверяет, что у вас поиск не находит страничку ВКонтакте по запросу ВКонтакте, вы потом можете еще две недели потратить на то, чтобы понять, почему так происходит. Проще было бы, если бы подобный тест был написан на каждый компонент, на каждый метод, из которого состоит поиск. И тогда мы бы эту проблему нашли гораздо быстрее. И частая ошибка при, например, есть команды разработчиков, и они вдруг решают, что нам хорошо бы начать писать тесты. И первое, что они начинают делать, это покрывать все вот этими вот большими системными тестами. В итоге у них получается там тысяча тестов, которые, например, выполняются три часа. И они все время сломаны находятся по какой-то причине. В общем, в итоге на такие тесты или не обращают внимания, или просто не запускают их, то есть они не приносят пользу. И в нашем курсе как раз много будем говорить о том, что очень важно соблюдать именно это соотношение. То есть в первую очередь разработчик должен писать модульные тесты. Также есть виды тестирования, которые я так назвала, по цели тестирования. Тут слово цель, ну можно так сказать, то есть по тому, какие ошибки они должны находить. Так что ли? То есть есть смог тестирования, называется домовой, да, первое. Как вы думаете, почему оно так называется? Потому что открывается все сложно. Нет, на самом деле все с точностью наоборот. То есть смог тесты это самый-самый минимальный набор тестов. И называется он дымовое, потому что это как бы тест на дым. То есть если мы хотим, например, протестировать, что наша труба хорошая, мы можем пустить по ней дым и посмотреть, из щелей не пойдет ли дым. То есть это для сборки, то есть, например, для разработчиков таким тестом может являться просто сборка. То есть если у вас есть код там с кем-то юнит тестами, и у вас ваш проект уже собрался, то это значит, что смог тест прошел. То есть вообще минимальный тест, который показывает, что не совсем ужас-ужас получился, прошел. Следующий вид это санити-тестирование. Санити-тестирование это тоже небольшой набор тестов. То есть он обычно больше, чем смог, а некоторые вообще считают, что смог и санити это одно и то же. На самом деле вы можете такие мнения тоже встретить. Санити-тестирование содержит в себе тесты, которые вам в случае сбоя покажут проблемы в самом основном. То есть это вот самые-самые основные тесты. То есть если у нас поиск, мейл-ру по запросу ВКонтакте не находят в ВК-ком, то это все. Санити-тест не прошел, можно тестирование останавливать, дальше ничего тестировать не нужно, и время на это тратить не нужно, а нужно идти срочно искать где баг и чинить его. То есть вот это санити-тестированием. Приемочное тестирование. Приемочное тестирование обычно существует, когда у нас есть какие-то отношения заказчика и исполнителя. То есть, например, если у нас есть какая-то аутсорс-компания, которая что-то разрабатывает по заказу какой-то другой компании, вот как правило на стороне вот компании, которая этот заказ делает, у нее есть какие-то свои там тестировщики или может быть просто там определенные люди, которые могут провести приемочное тестирование, взять продукт, который вот аутсорс-разработчики разработали и просто проверить его на какую-то адекватность. То есть, что в целом продукт рабочий, да, то есть наверняка они тоже даже предоставили какие-то отчеты о тестировании, но все равно эта компания-заказчик хочет убедиться, что продукт действительно хорош, и они заплатили деньги, то есть заказченный продукт. Вот, когда компания разрабатывает и там тестирует сама для себя, да, то есть, например, как Mail.ru, у нас никакого приемочного тестирования не проводится, то есть просто в каждой группе разработки у нас есть свои тестировщики, и вот как такового acceptance testing, такого нет. Регрессионное тестирование. Регрессионное тестирование нацелено на то, чтобы обнаруживать такие баги, которые появляются при добавлении новой фичи, но при этом ломается какая-то старая функциональность. То есть вы, наверное, знаете, да, что когда, например, выпускается релиз с 10 новыми фичами, нам недостаточно проверить только 10 этих фич, нам также нужно проверить, что не сломали ли еще предыдущие тысячи фич, которые у этого продукта была, потому что часто код, например, так связан, что легко задеть какую-то уже существующую функциональность. Это именно регрессионное тестирование, одна из самых рутинных операций в тестировании, ее чаще всего хотят автоматизировать, потому что никому не хочется каждый релиз проверять одно и то же. Вот, поэтому именно на это тестирование часто пишется автотест. И пользовательское тестирование, альфа- и бета-тестирование, ну, это название говорит само за себя, тестирование на пользователях. Альфа-тестирование это обычно, когда сотрудники самой компании, которая разработала этот продукт, то есть, например, мы сделали что-то, мы еще сами знаем, что это что-то не очень, не очень хорошее, но уже хотим какой-то фидбэк получить. Мы не хотим отдавать это настоящим пользователям, потому что они сразу напишут нам миллион гневных писем про то, зачем же нам этот ужас вообще отдали, он вообще не работает, а почему бы не отдать своим коллегам, они всегда с радостью посмотрят, протестируют и напишут тебе несколько замечаний о том, чтобы еще следовало подправить. Вот, кстати, интересный факт, что в гугле такой вид тестирования, альфа-тестирование, называется док-фудинг, то есть, они говорят, что они едят свой собачий корм, то есть, чтобы протестировать его, отсюда название пошло. И бета-тестирование, когда прежде чем отдать продукт всей широкой аудитории, мы выбираем какую-то группу пользователей наиболее лояльных, которые, например, если говорить, допустим, о браузерах, они подписались на какой-то определенный канал, например, есть релизный канал, эти обновления получают все пользователи, а есть какой-то там девелоперский канал или какой-то Nightly Builds канал, когда у нас девелоперская версия каждую ночь собирается и уже отдается каким-то наиболее лояльным пользователям, которые готовы попользоваться, может быть, еще не до конца проверенным и качественным продуктом, но уже использовать какие-то новые фичи, которые недоступны еще другим людям. Это, наверное, в игровой сфере тоже часто используется, когда есть какие-то особенно доверенные игроки, которым отдают какую-то первую версию, новую версию их любимой игры потестить. Вот. И, как я уже говорила, тестирование также разделяется по тем типам, какие есть характеристики, качества. Соответственно, есть функциональное тестирование, которое проверяет, что наш продукт функционирует и функционирует именно так, как было задумано. Дальше есть нагрузочное тестирование и тестирование производительности. То есть мы проверяем, что наш продукт не падает, если им одновременно начнут пользоваться миллионы пользователей. Наш продукт отвечает достаточно быстро и другие проверки на производительность, безопасность и защищенности и также удобство использования. То есть юзабилити тестирование. Юзабилити тестирование проводится обычно вообще отдельными лабораториями. То есть в Mail.ru, например, есть вообще отдельные юзабилити лаборатории. Специалисты, юзабилисты выбирают определенным образом нескольких пользователей каких-то, условно говоря, с улицы, приглашают в эту лабораторию и предлагают им воспользоваться с каким-то новым продуктом. Они следят за тем, как быстро пользователь смог начать что-то делать с продуктом, то есть насколько ему быстро стало понятно, что с этим продуктом делать, как передвигается его взгляд по продукту, то есть замечает ли он какие-то основные объекты, на которых мы хотели бы как раз концентрировать внимание пользователю. То есть это обычно не команда тестирования, не разработчики выполняют, а специальные люди, потому что это целая наука, можно сказать. И техники тестирования. Есть техники тестирования, которые основаны на спецификации, то есть например функциональное тестирование оно на самом деле чаще на спецификации основывается, когда у нас есть какие-то требования к функциональности продукта, у нас есть описание того, как этот продукт должен работать, и далее мы подаем на вход ему различные какие-то значения, еще это называет, еще на самом деле такой вид тестирования называется на основе выбора входных данных, то есть мы ему входные данные какие-то придумываем на основе вот этой спецификации и соответственно сверяем то, что получили. На основе кода, то есть если у нас есть например написано поток управления, но это по сути блок схемы нашего кода, мы видим и мы хотим покрыть например все ветви нашего кода, мы уже выбираем данные на основе вот этой блок схемы, на основе этого потока управления или потока данных. Мы на самом деле попрактикуемся даже в написании тестов на основе потока управления и потока данных наверное на следующей лекции. на основе модели такое расплывчатое название на самом деле и поток управления и поток данных это по сути является моделью нашего кода. также есть другие модели вы знаете наверняка конечный автомат таблица принятия решений и какие-то формальные спецификации все это является моделями довольно-таки процесс такого тестирования достаточно долгий и муторный потому что вместо того чтобы взять и сразу начать тестировать нам нужно сначала получить эту самую модель нам же ее никто не даст то есть если бы нам кто-то взял бы и построил вместо тестировщиков конечный автомат то мы бы конечно же наверное с радостью им воспользовались и протестировали все состояния этого конечного автомата постарались в них попасть и так далее но это как раз очень трудоемкая операция построения такой модели а также поддержание ее потому что любое изменение оно и меняет соответственно и модель а потом еще написание тестов но есть вот люди которые на этом специализируются в сперан есть вообще целый отдел который они написали там юнитеск свой какой-то инструмент для модулбейс тестинг и активно его продвигают даже например биллинговая система в интервью коме она тестируется частично вот там в сперан на основе некоторой модели которые они построили сами ее поддерживают и как-то выбирают данные то есть какой профит видимо они могут более точно данные выбирать то есть если мы когда проводим там тестирование основе спецификации мы конечно же перестраховываемся мы поговорим на следующей лекции о критериях выбора тестов критерии выбора данных до для тестов то когда у тебя на руках есть модель и ты принимаешь ее за эталон и ты уверен что вот эта модель это именно модель тестируемого продукта ты уже можешь данные выбирать меньшее количество данных то есть только тот набор который задействует все например там состояние этого конечного автомата ну это конечно при при том условии что ты доверяешь модели потому что построить модель это ну конечно менее сложно чем разработать собственно сам продукт но я бы сказала в целом сравнимо по сложности и допустить ошибку в модели так же легко как и допустить ошибку в коде но как-то они с этим справляются возможно есть какие-то уже современные средства построить автоматически модель и самый загадочный способ который тем не менее имеет право на жизнь и применяется это тестирование на основе интуиции и опыта это действительно тот как раз мейджик которые за которые любят опытных тестировщиков то есть есть такой вид тестирования называется ad hoc когда тебе дают продукт и не дают вообще никаких требований к нему то есть ты его тестируешь попутно его изучаешь и исходя о знаниях и в предыдущем опыте тестирования подобных продуктов ты оцениваешь где могут в этом продукте находиться проблемы да где именно он может неправильно функционировать и ты думаешь как он на самом деле должен то есть тебе допустим человек там собаку съел на тестирование там не знаю биллинга или там поиска или какой-то еще другой системы он уже сам может чувствовать где да что то не так что в утро работает как то не как то не так как задумывается после этого уже может обсуждать с менеджерами продукта там с разработчиками и так далее что на самом деле должно быть очень популярны в данный момент вид тестирования исследовательское тестирование или exploratory testing может быть даже слышали потому что сейчас на многих технических конференциях этот вид тестирования обсуждается потому что он на самом деле отходит от той методики тестирования которая как раз описывалась в книгах там гленна майорсом которого сегодня уже упоминал сэм камера да это когда мы получаем спецификацию строим основе этой спецификации тест кейса а потом по ним проходим и каждый релиз мы по ним проходим нас приходят новые тестировщики они получают в себе уже в этот существующий набор тест кейсов как-то дополняют его вот он так вот передается из рук в руки на самом деле у нас на поиске нет никаких тест кейсов мы никогда не тестируем по тест плану никогда не тестируем по тест кейсам потому что и как гласит этот подход да и вот я с ним согласна что наличие таких четко прописанных шагов она ограничивает тестировщику то есть если мы будем каждый день поиск тестировать на запросе вконтакте там яндекс одноклассники какие у нас есть очень популярные запросы то мы никогда не найдем бак в каком-нибудь там другом месте до который на просто не придет в голову проверить потому что мы у нас есть тест план и мы ему четко следу когда тестировщик проводит исследовательское тестирование он затрагивает все новые новые области то есть он каждый раз он может отходить от вот этого план какой-то у него есть в голове такой мужской чек-лист он есть и существует но при этом у нас все время меняются данные мы все время захватываем какие-то области которые четко нашим тест плане не описаны и это на самом деле позволяет нам и время на тестирование сократить то что у нас накапливается вот этот тонна кейсов которые каждый раз нужно проходить но который багов не находят да мы как-то ориентируемся на то чтобы проверять именно наиболее рискованные места в продукте и при этом находим баги которые которые новые до которые мы никогда не сможем описать все 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 тест кейсах никогда не сможем их предусмотреть вот если будем составлять такой план имеет прогнозирование ошибок ну я бы не сказал что это какая-то вот прям отдельная техника в той или иной степени этим занимается каждый тестировщик который тестирует продукт он пытается спрогнозировать ошибку он пытается подумать о том а в каком месте вот этот вот конкретный разработчик могут допустить ошибку и соответственно все усилия в первую очередь бросает на вот эти места и ну это как сказать такая своеобразная расстановка приоритетов для тестировщика сначала попробовать подумать да где сломалась проверить это место проверить какие-то места вокруг этой функциональности и потом уже наверное проверить да то есть какую-то код провести какое-то регрессионное тестирование вот и да про все эти техники и критерии выбора тестов которые мы которые с ними связаны мы поговорим вот на следующей лекции более подробно да вот также следующей лекции вы узнаете какой вы тестировщик на данный момент проведем небольшое тестирование также вы узнаете все о тестовом покрытии потому что на этот счет существует несколько мифов и как я уже сказала мы научимся выбирать тест кейсы так чтобы они находили ошибки также поймем в какой же момент нам нужно остановить наше тестирование потому что тестировать любой продукт можно бесконечно на самом деле это все о чем я вам хотела рассказать на этой лекции такой водный до протестирование вот и тут предоставила небольшой список материалов вот если кому интересно то есть я много рассказываю такой информации про модели к модели качества по да по какие-то концепции управления качеством если вам будет интересно да прочитать про этих людей прочитать что они считали важным для того чтобы обеспечить качество итоговый продукт вот можете по этим ссылочкам походить и почитать вот спасибо за внимание и если да какие-то вопросы есть то вот вы можете меня спросить еще должна вас всех записать в журнал